МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Иван Евгеньевич Трофимов, начальник управления молодежной политики Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. И Андрей Александрович Ключенко, заместитель начальника Главного управления информационных технологий и связей Омской области. Давайте разбираться, что же это за конкурсы. Начнем, пожалуй, с конкурса «Мы информационное общество». В чем его суть, какие сроки исполнения? Ну, начну со сроков, наверное. То есть мы ждем заявки для участия в конкурсе до 10 мая включительно, после чего будем подводить итоги и выставим на суд общественности в открытый доступ все работы, которые поступили к нам, и голосование будет проводиться на сайте правительства Омской области. И голоса, которые отдадут жители нашего региона, они также будут учитываться конкурсной комиссии. За что отдаем голоса? Что нужно присылать? Присылать нужно либо вашу историю о том, как вы получали услугу в электронном виде, государственную услугу, в виде какого-то рассказа, эссе, либо, если вы можете это сделать, можете присылать в виде какого-то ролика. Видеоролик? Видео, анимационные, просто какие-то картинки, презентации, абсолютно любой формат, мы будем рассматривать все работы. То есть получается такая социальная реклама? По сути, да. С одной стороны, это реклама портала государственных услуг, там, где государство оказывает услуги в электронном виде. То есть мы пытаемся повысить, мы хотим повысить посещаемость этого портала. С другой стороны, мы хотим, чтобы больше круг наших жителей региона узнал о существовании этого портала и поняли, что, в принципе, получение услуги в электронном виде, это гораздо удобнее, чем стоять где-то в очереди, наверное. Вот для примера, допустим, как мы подавали заявление в ЗАГС, да, в электронном виде, или как? «История нашей любви», там, вот такой ролик, может быть, да, социальный? Ну, есть такой ролик, на самом деле, то есть он также на портале, на региональном портале госуслуг размещен, ну, как было раньше. То есть вставали очень-очень рано, либо еще с вечера, когда какая-то дата красивая была, шли в ЗАГС, занимали очередь, ругань стояла, костры, наверное, жгли какие-то, что-то подобное. Записывались, я знаю, там, в центральном ЗАГСе. Да, перекличка была, не дай бог пропустил. Сейчас все просто, сейчас ЗАГС, он за два месяца публикует расписание на время, когда вы можете расписаться, и с портала госуслуг вы можете выбрать время, выбрать интересующий вас зал. То есть вы просто бронируете его заранее, потом просто приходите и показываете оригиналы документов, подтверждение, что, ну, вы – это вы. И ваша вторая половинка, она тоже не против выйти там за вас замуж, либо виниться. Уже, наверное, какие-то ролики присылали? Какие темы еще, вот, популярные, так скажем? Ну, так, сходу популярных, наверное, в принципе, все популярно. Ну, из таких наиболее массовых услуг, а, ну, федеральная услуга – получение загранпаспорта. Да, это же можно все там сказать, ябл, там, зонтик вот этого все путешествия. Ну, у нас традиция на последний момент откладывать, ну, к сожалению, наверное, или к радости. И получение загранпаспорта, опять же, процедура гораздо проще. То есть вы подаете документы, потом приходите для фотографирования и второй раз просто для получения. При этом, опять же, вы не стоите нигде в очередь. Вам назначили время, вы в это время пришли и просто забрали документы. На самом деле, я в прошлом году получал сам загранпаспорт, и это очень быстро, очень удобно. Единственное, я не представляю, как можно об этом написать эссе, потому что это буквально две минуты в офисе, и... Ты можешь снять ролик. Ну, вы можете написать, что пришли, посмотрели, какая большая очередь, решили, что зачем мне это нужно, пошел, подал заявление через сайт Госуслуг. То есть мы уже в таком варианте. То есть надо прям творчески подойти к делу? Ну, естественно. Чем более интересный рассказ, тем больше баллов положительных мнений жюри будет. Приз какой? Ну, в первую очередь, признание общественности, наверное. О каких-то других призах я пока рассказывать не буду, поэтому пусть это будет сюрпризом. Ну да, Оскар-то вряд ли сдадут, конечно, за ролик о портале. Ну, все-таки, может, какие-то... Есть идеи, например, у нас в прошлом году подобный конкурс проводился, и призом были изделия детишек, скажем так. То есть они делали небольшие куклы такие из материи, набитые просом. То есть эта кукла показывает, ну, как счастье в доме, скажем так, приносит счастье в доме. Ну, я думаю, что это тоже достаточно такой хороший приз. Он сделан руками ребенка от чистого сердца, от души, да. Давайте перейдем ко второму конкурсу. Он тоже связан с информационными технологиями. Называется «Молодой.инфо». Что нужно сделать, чтобы в нем победить? Ну, во-первых, «Молодой.инфо» – это молодежный информационный портал. Сегодня есть потребность его модернизировать. Модернизировать непосредственно с учетом мнения самой молодежи нашего региона. Во-первых, ребятам нужно представить дизайн, разработанный порталом. Есть четкое техническое задание, которое можно модернизировать, в том числе набор информации, который должен носить портал. И ребята оформляют его. Есть мнение о том, что он необходим, более удобный, чтобы был в использовании именно для самой молодежи. Сегодня молодежь расскажет, как он должен выглядеть, как им удобно будет им пользоваться. Что это за портал вообще? О чем он? Для чего он? Это непосредственно портал, где сосредоточена необходимая информация для молодежи нашего региона. Информация об общественных организациях, об органах по работе с детьми и молодежи, о том, какие сегодня государственные услуги могут быть предоставлены молодежи. Это общая информация, это новостная лента, это ресурс как раз о молодежных событиях, которые происходят сегодня. Он рассказывает, есть рубрика, где о персональной личностях молодых людей, которые отличились в чем-то, рассказывает. А работу, например, можно найти через него? Да, непосредственно есть вкладка как раз трудоустройства, например, для различных категорий молодежи, я имею в виду. А сроки подачи последних предложений? Ну, заявки также принимаются сейчас до 10 мая, поэтому мы ждем активных ребят, кто еще не включился, кто еще не знает о конкурсе, включаться в работу и принимать участие в конкурсе. А в этом конкурсе приз какой будет? Самый главный приз – это, конечно, идея будет реализована, это будет портал регионального масштаба, так и федеральные средства массовой информации молодежные берут новостную ленту именно с этого сайта, поэтому в первую очередь это реализация идеи. Спасибо большое. Нам остается пожелать удачи всем, кто решил принять участие в этих конкурсах. Дерзайте, воплощайте свои творческие идеи в жизнь. Ну, а от виртуальных тем перейдем к реалиям. Далее в Новом Утре прогноз погоды.